Людям нужна поддержка, особенно в дни, когда предстоят серьезные дела или важные решения. Такой поддержкой могут стать молитвы, обращенные к ангелам-хранителям. У каждого человека есть свой ангел, который незримо находится рядом. В любое время, когда вам необходимо выговориться, попросить о помощи или получить совет, вы можете обратиться к нему. Нередко ангелы сами связываются с людьми, помогая им выбрать верный путь и избежать неприятностей. Также ангелы могут общаться с нами во сне, когда душа человека не скована рамками тела. В каждом месяце есть определенные часы, которые наиболее подходят для общения с вашими хранителями. В это время вы можете помолиться или просто рассказать своему ангелу все, что у вас на душе. Вы обязательно получите отклик и справитесь со всем, что вас тревожит. В час ангела решаются многие тревожащие вас проблемы. Например, если вам нужно связаться с человеком, которому вы никак не можете дозвониться, попробуйте сделать это в час ангела. Вероятность того, что нужный вам человек наконец поднимет трубку в час ангела значительно выше. Просить помощи у высших сил следует так, как вам подсказывает сердце. Вы можете посетить в час ангела церковь. Можно обратиться к высшим силам, молясь из дома. Можно также обратиться за помощью к ангелам своими собственными словами или помедитировать с мысленными образами. Обратившись к высшим силам с просьбой в точно указанное время, вы можете быть уверены, что ваша просьба, молитва будет услышана. У часа ангела имеется еще одна интересная особенность. Если что-то желаемое и нужное не получается, обратите внимание на время возникновения преград. Бывает, что они начинают появляться на вашем пути в часы, приведенные в нашей таблице часы ангела на январь 2017. В этом случае можете воспринимать это как знак свыше, вас предупреждает о том, что от задуманного лучше отказаться. Не знаете, должны ли вы первыми позвонить кому-либо? Попробуйте позвонить в час ангела, если по-настоящему нужно, вы обязательно дозвонитесь и все прояснится, ну, а если что-то помешает в этот момент дозвониться, вопрос решился сам собой, вам лучше не проявлять инициативу. Как именно обращаться к дежурному ангелу, идти в церковь, читать молитву или просить, что называется, своими словами? Засучить рукава и приступить к работе в надежде на ангельскую помощь? Тут нет никаких правил, делайте так, как вам подскажет сердце. Ангелы откликаются не на обращение по уставу, а на просьбу, идущую от души. И все же я очень советую каждому подобрать собственный ритуал, так вам будет легче настроиться на общение с высшими сферами. Кому-то захочется зайти в храм и постоять перед любимой иконой, кто-то найдет возможность, уединившись, зажечь свечу и немного помедитировать, представляя свое желание исполнившимся, кто-то решит в этот момент писать ангелу письмо и, сложив самолетик, запускать свое желание в небо. Еще один момент, имеет ли значение ваше вероисповедание? Нет, дорогие мои, не имеет. Если вы веруете по-настоящему, то сами прекрасно понимаете, все религии обращаются к единому Богу, какими бы именами мы его ни называли. Скажу больше, даже атеизм, не помеха. Дежурный ангел, словно солнце, светит всем. Обратитесь в час ангела за помощью, и непременно получите ее, хотя, может быть, и в весьма неожиданной форме, ваше дело наверняка сдвинется с мертвой точки. Помните, что корыстные просьбы, которые способны навредить окружающим, могут обернуться для вас неприятностями. Час ангела всегда осчитывается согласно местному времени. Если вы живете на границе часовых поясов, то ориентируйтесь на среднее время, указанное в наших таблицах. Для вас час ангела начинается минут на 20 позже и заканчивается минут на 20 раньше, чем указано в таблице. Используйте это время для того, чтобы рассказать своему покровителю все, что вас тревожит. Раскрывайте душу перед небесными силами, которые помогут вам в трудных ситуациях. Не торопитесь, настраивайтесь на разговор и откажитесь от лжи или обмана. Помните, что не только молитвы, но и искренние слова помогают избавиться от негатива, очистить душу и начать путь к счастливой жизни без забот и проблем.